Этой зимой погода непредсказуема во многих странах. И хотя для нашего Уральского округа подобные перемены неудивительны, но тем не менее жители также сталкиваются со множеством проблем. Так, 3 февраля в связи с изменением погодных условий около 17 часов на 93-м километре автодороги Невьянск-Реш-Артемовский-Келачевская произошло ДТП при участии трех автомобилей. И, к сожалению, есть погибший. Главной причиной послужило, что водитель автомобиля Honda Fit не учел дорожных и метрологических условий при проезде поворота направо. И в результате этого допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ИШ. Значит, водитель автомобиля ИШ погиб на месте до приезда бригады скорой помощи. Его пассажирка получила ранение в различных степени тяжести. Другие участники данного дорожного транспортного происшествия не пострадали. Значит, автомобили получили значительные механические повреждения. Стоит отметить, что за автомобилем ИШ двигался автомобиль Toyota Camry. Во избежание столкновения с отброшенным впереди идущим транспортным средством водитель Toyota принял вправо. Но столкновение избежать не удалось. Все участники были пристегнуты ремнями безопасности. У водителей признаков алкогольного опьянения не обнаружено. С какой скоростью двигался автомобиль Honda Fit будет установлено автоэкспертизой. По данному факту будет возбуждено уголовное дело. В связи с этим мне еще раз хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения. При смене погодных условий, при выпадении осадков, быть более внимательным на дорогах, учитывать дорожные условия, гололед, снежные заносы, снежные накаты. Подобные происшествия в Артемовском районе уже давно не редкость. Из статистика все прибавляет страшные цифры унесенных и искалеченных человеческих жизней. На территории Свердловской области по итогам 2011 года произошло 1224 дорожно-транспортных происшествиях по причине предоставления преимущества движения пешеходам, другой автомобильной и спецтехники. В этих дорожно-транспортных происшествиях погибло 63 человека и 1764 человека получили ранения различной степени тяжести. В январе 2012 года зарегистрировано уже более 57 подобных дорожно-транспортных происшествиях, в которых 5 человек погибло и 85 человек получили ранения различной степени тяжести. В связи с этим, обращаясь к участникам дорожного движения, быть более внимательными при переходе пешеходных переходов водителям, быть более внимательными при проезде пешеходных переходов, а также остановочных площадок возле торговых центров, магазинов и мест массового пребывания людей.